Очень часто встречаются нелегальные подключения, даже сейчас вот в этом подъезде на лестнице клетки было целых два нелегальных подключения. Три квартиры на этаже, один легальный и два корсарчика. Подключено подозрительно. А в чем подозрительность? Ну, дебилка стоит, ответвитель, разветвитель. Обычно мы ставим ответвитель на этажах. То есть похоже, что это самотельная такая штука? Да, такие вот, у нас таких и нету. Использовано, то есть оборудование, которое целеседник не применяет. Сами купили и поставили. Укажу номер абонента с 6-го года, из-за этого и расторный договор. Ага, ставь пометочку, пират к нам подключен. Скажите, пожалуйста, кто страдает вообще от нелегальных подключений? Ну, вообще страдают от этого абоненты, которые подключены к нам официально. И платят за это деньги. Конечно, когда подключаются пираты, они подключаются неправильно. Начинают ставить свое непонятное оборудование. И у людей портится изображение. От этого они страдают. Качество сигнала портится от нелегальных подключений. Очень сильно. А вы в своей практике, ну, наверняка же сталкивались непосредственно с пиратами, да? Вы работаете, люди выходят на лестничную клетку. Они вот как, что говорят в свое оправдание? Ну, говорят, типа, мы не подключались, мы не знаем, купили квартиру, уже все было так вот. Вот. Ну, вот такие кучи отговорок в таком вот плане, что это не мы, как маленькие дети. У нас, смотрите, люди. У нас штучка такая, телекон. Помню. Мы уже подключили. Нет, нет. Чтобы понять, или я, может, мы в квартиру попринем, что от нас и было, мы включили сразу. А когда вы обходите жилфонд, у вас встречаются ситуации, что вы, например, отключали квартиру и приходите через какое-то время, а она снова нелегально подключена? Бывает и такое, да? Бывает и такое. Ну, приходится ходить, врезать-резать, пока не отрежешь уже по самой двери кабель. Продолжение следует...